Доброе утро! Продолжаем изучение Мишны, трактат Псахим, 4 глава, 4 Мишна. Говорит Святая Мишна, Маком шинаагу лейхоль цали балилей в Сахим ухлин, Маком шинаагу шилолейхоль эйн ухлин, Маком шинаагу ладлик этанер балилей йома кипурим, Мадликин, Маком шинаагу шилоладлик эйн мадликин, Умадликин баватэй хнесиот, уваватэй мидрашот, Увэмвэот афелим вэаль габэя хулим. Мишна продолжает здесь тему обычаев, Место, в котором принято есть цали, Это, я знаю, по-русски глагол какой, Это то, что зажарено, как шашлыки, Зажарено на открытом огне. По барбекю? Ну да, типа барбекю. Место, в котором принято есть зажарено на открытом огне, В вечер Песоха, то едят. А место, в котором принято не есть, не едят. Значит, в чем дело, да, есть такой у нас закон, Что в Песох, в первую ночь, в ночь на 15-е Ниссана, Каждый еврей обязан принести в храме Пасхальное жертвоприношение, Или, всякость бы участвовать в этом, Быть частью группы, как обычно бы происходило, И съесть кусочек от пасхальной жертвы, Приготовив ее исключительно на открытом огне. Нельзя не варить, не жарить, не тушить. Только брали барашка, целиком его не разрезая, Надевали на шампур, и опускали, была такая печка специальная с углями, Туда опускали, и это жарилось там, да, то есть на открытом огне. Теперь нужно съесть кусочек от этого мяса, не обязательно в храме, Достаточно в границах Иерусалима, да, Внутри стены крепостной, Иерусалимской. Так, человек, который ест жертвоприношение вне Иерусалима, Он урушает запрет по Торе, да, Это уникошерно уже. Так, поэтому в наше время, когда у нас пока что еще нет храма, И мы не можем принести пасхальную жертву, И человек сидит в Москве, например, Он хочет съесть мясо, приготовить на пасхальный седр, Так, есть обычаи, есть места, где не едят мясо, Приготовленное на открытом огне, Не делают шашлыки на пасхальный седр, Чтобы они подумали, что человек нарушает, Как бы ест часть пасхальных седр вне Иерусалима. А место, в котором принято, да, Что не опасаются, да, Что то едят, да, То есть есть это вопрос обычая, да, В любом случае, в наше время Принято, что не делают Не делают шашлыки на пасхальный седр, Даже, например, из говядины, да, Чтобы, потому что это похоже, да, Это похоже на то, как будто он ест пасхальную жертву. Место, говорит дальше Мишна, Место, в котором принято сжигать свеч в ночь на Йом-Кипур, Зажигают, имеется в виду, Перед в канун Йом-Кипур, естественно, А место, в котором принято не зажигать, Не зажигают, И зажигают в синагогах, и в домах учения, И в темных переулках, и над больными. Значит, в чем здесь дело? В Йом-Кипур у нас есть запрет, Есть пять истязаний, Запрещено есть, пить, мыться, умощаться, Носить кожную обувь и иметь супружеские отношения. Теперь, это все запреты по Торе. Теперь, иметь супружеские отношения, Муж с женой, им нужно ночевать в одном доме, Это в Йом-Кипур. Есть опасения, что они не выдержат, да, Он возжилает свою жену, И будут иметь супружеские отношения, Нарушив тем самым закон Йом-Кипура. Так поэтому есть места, Где принято зажигать в спальне свечу. Почему? Потому что есть такая лоха, Что нельзя иметь супружеские отношения Перед открытой свечой. То есть, если есть немножко свет, Или какой-то прикрытый свет, Как-то, я не знаю, там, абажур, например, То нет проблемы. Но если есть открытая свеча, То при свече они не имеют супружеские отношения. Это не скромно, Это не, так сказать, Еврейский народ написан святой, И не имеет отношения к при свече. Так в некоторых местах зажигают свечу В спальне в Йом-Кипур, Наперед Йом-Кипуром, Чтобы не нарушили, да, Чтобы муж с женой, да, Чтобы они, Поскольку никто не имеет отношения, Они привыкли весь год, Что при свече не имеет отношения, Потушить ее нельзя, да, Сколько Йом-Кипур, как шаббат. А есть места, где не зажигают, Почему? Наоборот, Из-за того же, по той же самой причине, Напосение обратное, Что он увидит свою жену, Какая она красавица, И возжелает ее, да, А так, если темно, Он не разглядит, В нем не пробудется такое желание. И в любом случае, В наше время, Если зажигают, Где-то в доме еще горит свет, То, говорит Мишнам-Кипурору, Что принято тоже, Это обычай, да, Это не закон, Принято тоже и в спальне зажигать свечу, Потому что он видит ее в коридоре, Какая разница, да, Так тогда в спальне тоже зажигают свечу. И зажигают в синагогах, В домах учения, В темных переулках, И над больными, То есть это те места, Где муж с женой обычно не уединяются, И в синагогах, В домах учениях зажигают, В нем кипур свечи, Больше, чем обычно, Чтобы дать почет, Поскольку нем кипур это праздник, И если шаббат или емтов, Мы почитаем с помощью еды, То в нем кипур у нас нет, Мы лишены такой возможности, Поскольку это пост, Так почитают нем кипур светом, Дополнительным освещением, Зажигают все свечи. И в темных переулках, Там, чтобы можно было пройти, И над больным, Которому за ним нужно ухаживать, Так все это разрешено зажигать свечи Во всех местах, Даже там, где принято не зажигать спальни, Поскольку там обычно не уединяются. Спасибо большое, Хорошего всем дня. Спасибо. Спасибо.